Здравствуйте, сегодня хочу коротко поговорить о основных Forex индикаторах, событиях, которые могут повлиять на рынок в течение этой недели. Если мы вспомним, первая часть недели не была насыщена статистикой, не было важных индикаторов, не было важных экономических событий. В основном валютный рынок двигался на фоне заранее сформированных тенденций по основным валютным парам. Сейчас уже потихонечку ситуация меняется. Во второй половине недели очень много важных событий, очень много важных индикаторов. Даю пример. Вечером публикуется решение заседания Резервного банка Новой Зеландии. Это очень важно для новозеландского доллара. Завтра публикуется розничная продажа по США за месяц ноябрь. Если мы вспомним, последние два месяца всегда этот индикатор вызывал или провоцировал сильное движение на валютном рынке. Это не значит, что сейчас он тоже спровоцирует сильное движение, но как минимум мы должны учитывать вот этот психологический эффект предыдущих месяцев. И конечно в конце недели еще публикуется инфляция по Европе. То есть достаточно много важных индикаторов. В преддверии следующей недели мы сами знаем, что на следующей неделе будет то самое ключевое заседание Федеральной резервной системы, которая последняя за этот год и может существенно повлиять на доллар и на долларовый индекс в течение декабря, то есть до конца текущего года. Но мы должны еще обратить внимание на одно важное событие, которое будет завтра, а именно решение или заседание Центрального банка Швейцарии. Национальный банк Швейцарии проводит свое ежеквартальное заседание. Мы сами знаем, что у Центрального банка Швейцарии решение по монетарной политике пронимается раз в квартал, поэтому они достаточно важны и существенно влияют на швейцарский франк. Решение будет принято завтра в 11.30 по московскому времени. Почему я думаю, что нужно обратить сильное внимание на итоги вот этого заседания? Во-первых, если мы вспомним, грубо говоря, два года назад, или это было середина 2011 года, месяц август, швейцарский банк начал проводить крупных интервенций с целью обесценивания курса национальной валюты. В основном против европейской валюты и, конечно, он тоже делал интервенции и против американского доллара. За эти два с половиной года приблизительно баланс швейцарского банка сильно увеличился, но практически большого результата не было. Почему? Потому что, когда банк начал проводить вот эти интервенции в 2011 году, он установил нижний предел по паре евро-швейцарский франк на уровне 1.20. Мы сейчас видим, что в преддверии вот этого заседания, то есть последние несколько дней, мы уже, грубо говоря, на том же самом уровне. То есть и с этими интервенциями практически курс сильно не обесценился. Поэтому завтра будет очень важно, какова будет риторика швейцарского банка по этому поводу. Будет ли банк готов принять другие меры с целью снижения курса национальной валюты? Например, многие аналитики, инвесторы ожидают, что банк вслед за европейским центральным банком может снизить процентные ставки, что, соответственно, повлияет достаточно негативно на швейцарский франк. И вот лично, по моему мнению, только в таком случае пара евро-швейцарский франк может подняться уже более существенно вверх. Без каких-либо существенных мер, я думаю, что, скорее всего, пара евро-швейцарский франк, хоть и находится на этом критическом уровне 1,20, в ближайшее время сильно не изменится. Если мы посмотрим сейчас на реакцию спекулянтов, в основном все уже начали открывать длинные позиции по паре евро-швейцарский франк. Большинство из них ожидают поддержки со стороны Центрального банка Швейцария. Но если это произойдет, если действительно у них будут причины, чтобы именно сейчас покупать пару евро-швейцарский франк, мы, скорее всего, узнаем после заседания, которое произойдет завтра. Поэтому следим за этим событием. И лично, по моему мнению, наиболее правильный подход после этого уже принимать решение по паре евро-швейцарский франк. Продолжение следует...